всем привет дорогие друзья с вами миша друг народа и мы дошли до наконец-то долгожданного момента когда мы получили на руки долгожданный официальный слив правил даже не слив уже а релиз правил 10 редакции и самое время разобраться что из себя представляет новая 10 редакция warhammer 40000 первыми этот этот видос посмотрят мои подписчики на бусте ребята спасибо вам большое что не оставляли без поддержки последнее время хоть материалов не было но сейчас и справляюсь и первый выпуск по 10 редакции обзор базовых правил вы увидите первыми а остальные посмотрят его чуть позже итак ребятки pdf к у нас на руках я предлагаю пройтись по ней по каждой страничке все как в старые добрые времена мы любили и делали это будет полезно и новичкам которые только вливаются в 10 редакции ребяткам которые раньше играли но забросили ну и матерым вахоёбам которые не переставая катают минички и кидают кубики и так приступим посмотрим что нас что нам приготовила гв самого начала нас ждет такое место как core концепт здесь описаны основные эти моменты элементы игры которые нас ожидают в целом по большому счету здесь не особо ничего интересного нет здесь описано о том что игры играются по определенным миссиям на определенный формат каждый игрок оперируют какой-то своей армии что юниты бывают свои юниты бывают чужие юнит описание юнитов проходит на карточках дата листочков дата шитов мы про них поговорим немножко подробнее и у каждого юнита есть свои кейворды то есть некоторые такие хэштеги которые объединяют юниты между собой на которых завязаны правила и тому подобное а вот на следующей странице нас ждет уже интересная штука когеренция с этим понятием мы уже знакомы были по предыдущим редакциям однако здесь есть небольшое изменение так просто сначала расскажу что такое когеренция геренция это расстояние в котором модельки в отряде должны быть друг от друга есть два типа как она работает первый тип если отряд состоит из шести и меньше моделек то есть обычно это имеется ввиду пять моделек и прикрепленный к ним персонаж в таком случае модельки должны быть между собой на расстоянии там от двух дюймов горизонтали и пяти дюймов по вертикали а если отряд состоит из семи моделек обычно это делается это для того что там шесть там допустим миника герой тогда когеренция должна находиться между двух то есть модель каждая моделька в отряде должна быть в когеренции с двумя другими моделями в отряде и если юнит при различном своем движении не может соблюсти когеренцию тогда он вообще не двигается а если он не сможет восстановить эту когеренцию до конца хода тогда модельки в нем удаляются до тех пор пока когеренция не будет разрушена в принципе это базовая история уже те кто играл уже про нее знают это единственное отличие то что теперь не для 6 плюс модели когеренция с двумя модельками должна быть а 7 плюс моделек должна быть сделана engagement range он не изменился как и раньше как раньше я имею ввиду в девятой редакции для того же engagement range это условно говоря зона вокруг отряда где он считается действием в тх как и в девятой редакции engagement range составляет один дюйм по горизонтали и 5 по вертикали в эту зону модели не могут заходить на нормал муве на адвансе и при фоллбеке обычным образом такая небольшая зона ощущения если ты в нее попал ты будешь уже осознанно ты уже будешь обязан драться дальше нам рассказывать о том что есть разрыв разнообразный тирейн про размеры тирейна о том как у нас измеряются дистанции то что все это в дюймах измеряется ну и также там историю что есть визын и воли визын визын это словно говоря надо краешком касаться дистанции быть в ней воли визын это все модели в должны быть полностью в этой дистанции дальше мы переходим к нововведению 10 редакции это она означает видимость для чего оно необходимо дальше когда мы будем обсуждать тирейн мы увидим о том что там есть понятие видимости и видимость бывает разным и здесь гв нам с картинками показывать на примерах какие варианты видимости могут быть первая история модель видимо то есть какой-то какая-то часть вашей модельки видит какую-то часть другой модельки означает что модели видят друг друга дальше юнит видимый означает что одна или больше модели в unity видны для вашей модельки то есть вы когда стреляете вас там каждая часть будет одной часть модельки видна хотя бы часть модельки из вражеской имен куда вы будете стрелять в таком случае юнит врага считается просто видимым важное уточнение как написано правилах теперь ваши собственные модельки не перегну в принципе раньше был дополнительно уточняют потому что ваши собственные модельки не перекрывают видео линию видимости а вот для некоторых условий тирейн теперь будет влиять на эту самую полную видимость и мы идем дальше у нас начинается история с полной видимостью что она из себя включает если вот читаю прямо по самому по самому вординг если какая-то вот мы берем вашу модель который там стреляет как-то действует если с любой части вы можете видеть полностью лицевую часть вражеской модели лицевую это специально сделано для того чтобы там не докапывались типа я со спины не вижу поэтому там не считается в общем если вы из какой-то любой части своей своей модели видите тут лицевую часть вражеской модели вражеской модель считается полностью видимый это важно будет для определения ковра возможно других каких-то правил но мы сейчас говорим именно конкретно про ковер и дальше следующая история юнит полностью видимый здесь интересная тема юнит считается полностью видимым если каждая модель в отряде которая сказка которого просматривается является видимой для с вашей модель это важно для получения ковра то есть вы с одной модельки видите все модельки персонажа и это в таком случае здесь нам вкратце пишут если каждая модель в юните полностью видимому то июдин июнет является полностью видимым конкретно мы разберем когда будем смотреть про плюшки террейна к чему это где это может пригодиться но пока просто какая-то keep it mind эту историю это вот такое новое нововведение чувствуем и наверное затрахаемся в играх в хоббиных играх вряд ли это будет но вот в спартодроте чувствую будет эта история веселая хотя отмечу то что гв попыталась здесь упростить эту историю с line of сайтами там вижу часть вижу не часть и важно еще дополнение теперь база является частью модели то есть раньше у нас как видимость была по самой миньки а измерение от базы теперь вся база ой вся миниатюра вместе с базой там считается для видимости а если у миниатюры нет базы допустим как у техники считается вся модель то есть там не хул как раньше были танки нибудь херовина который на них навешаны а вся модель с пушками рюшками хуюшками и прочей радостью то есть это так вот такого рода упрощение если можно сказать вот идем дальше есть интересный момент по поводу да из роллинга здесь говори прописала по большому счету здесь идет бла-бла-бла но отдельно прописано о том что когда игроки кидают кубики и вдруг кубик у вас куда-то укатился там из да и стр я просто выпал со стола там за стенку чтобы пони оппонент его не видит вы должны перебросить этот кубик и это не считается реролом то есть но это и серии как не засовываете котеек в микроволновку вот и здесь же прописана история сколько дайсами когда есть когда у вас там кубик условно говоря закатился на какой-то terrain ну став стал там на на ребро и в некоторых здесь вот говори прописывает что в таких случаях есть там несколько вариантов решений можно проверить его ты поставив сверху другой кубик и он там упадет на что он кокнутый либо просто изначально договориться о том что мы такие кубики все перебрасывать в общем гв в правилах вот узаконила историю с непонятными якобы непонятными ситуации с кубиками на столе дальше рассказывать нам какие дайсы бывают что такое до третий результат как как он будет дальше классическая тема с реролами о том что является реролом что если не указано обратного и у вас бросок включает себя несколько кубиков допустим на чашку дайте 26 и вас результат не устраивает вы кидаете рерол вы обязаны перебросить оба кубика вот это важно это что сначала делается рерол а потом туда добавляются модификаторы про рулов в принципе все понятно базовая история это когда игрокам надо кинуть до 6 кого больше что ты прав это случай там с определением хода определением порядка действий и прочим а вот с определением порядка действий вот следующий пункт под названием секвенсинг это вот что-то новенькое точнее как узаконенная старая старая в нем говорится о том что он бывает ситуации когда у игроков есть правило работающего один и тот же момент времени и здесь написано о том что если эта история происходит во время игры то приоритет у игрока который приоритет выбора игрока который ходит но чей сейчас раунд он выбирает если эта история проходит перед стартом игры или после старта игры или в начале конца батл раунда то плееры игроки совершают рулов или тот кто выиграл соответственно выбирает кто будет чье правило активируется первым это интересно этого раньше в принципе не было вот идем дальше собственно структура батл раунда ребятки она поменялась поменялась вроде как бы не сильно но с другой стороны достаточно интересно и забавно давайте посмотрим что у нас есть пять этапов самые глазастые шутка за тестов зашла в чат увидели о том что у нас больше нет мораль фазы и у нас нет фазы магии фаза морали перешла в команд фазу а магия улетела у нас в правило оружие то есть теперь нету то есть здесь мы наблюдаем историю который гв декларировал о том что упрощена симплос бат симпл вот упрощение по всем этапам игры целом так оно и есть 10 редакция выглядит пока заметно проще для понимания и наблюдения и так пять фаз командное движение стрельба чаджи файт он давайте подробнее пройдемся по ним посмотрим что там поменялось пам-пам-пам здесь нам рассказал том что как бы классическое наше разделение на ходы и батл раунды я думаю это все достаточно понятно так командная фаза разделена у нас на две под фазы первое это командная фаза в ней каждый игрок вначале получает по одному цепь на я если честно пока еще не увидел в каких-то правилах какое у нас вообще изначальное количество этих цепь если что напишите комментариях или может быть уже когда этот видос выйдет будет уже больше явности пока пока неизвестно но вначале команд фазы до того когда что-то произошло оба игрока получают по одной капешке вот и после этого могут делать различные применять различные обилки которые можно использовать в эту фазу вот все достаточно просто и вторая часть команд фазы достаточно интересная это новая обилка под названием батл шок что она из себя представляет под этот тест проверка по вашим ледаку и и должны совершать все ваши отряды которые белого халл стрэндж это надо условно говоря у вас там отряд из десяти мужиков если в нем там четыре допустим гвардейца нам допустим гвардейский отряд из 10 на половине более больше чем половине он проходит батл шок тест что на себя представляет на двух кубах вы должны кинуть значение либо равное либо больше своего лидерства если вы это кинули значит все окей вы прошли эту проверку если вы его не прошли тогда юнит отряд считается батл шокнутым до начала вашей следующий команд фазы то есть на батл раунд до начала ваш следующий батлов команд фазы вот и он получает следующие дебафы у него аптек становится равным нулю мы про аптек поговорим немножко позже запомним это каждый раз когда он фаллбекает он будет проходить дополнительный тест мы про это тоже позже поговорим desperate escape вариант когда он будет там получать ухудшению при фаллбеках и на этот отряд нельзя юзать стратагемы расскажу что система батл шоков и система ледака очень сильно изменена была по сравнению с 9 редакции 9 редакции ледак был около ненужным около ненужным говнищем а в десятке вот на него будет зависим очень много чего от него будет зависеть и у многих даже фракционные обилки будут задействованы именно на манипуляции следаком и вот этим вот батл шоком назовем просто говорится кипит майнд эту историю мы позже когда пройдемся по будем доходить до вот этих фаз и обсуждению новых дата счетов юнитов разберем и и обжечь контроля что является desperate escape им просто вот запомним вот это у нас такая команд фаза здесь дальше у нас описано что у нас является стартовым размером армии что является below half strange армии здесь по below half strange также допомню что если отряд состоит из одной модели то он считается below half strange если у него половина или меньше жизни даже просто меньше половины жизни то есть там техник который 10 жизней если у него будет четыре бунды она below half strange вот и новая история под названием attached юнит у нас теперь характеры персонажа не являются такими невыцеливыми условно не убивайками как 9 редакции а они теперь могут вступать в присоединяться к другим отрядам в этом чтобы быть более понятным берем у нас есть характер и у нас есть отряд которым он может присоединяться причем у каждого характера каждого персонажа есть перечень отрядов которым он может жениться то есть произвольно он не может делать и в таком случае черт от называют ну не обилка лидер а отряд которым он присоединяется он называется bodyguard юнит и когда они вот так вот вместе своей идиллии сливаются это называется attach юнит поэтому этот отряд получает обилку персонажа сразу же не там в правилах будет прописано мы для примера разберем что это такое и есть еще несколько дополнений частности то что тофна этого отряда считается потов не bodyguard юнит то есть отряда которому прицепился лидер они по отряду юнита также когда раны идут в отряд они идут если они должны идти в отряд никогда не касаясь или лидера типа лидер убивает умирает последним если отряд bodyguard of был убит силу того что до хрена вундов им было занесено то лидер отцепляется него считается полностью своей моделькой для различных миссий триггеров и обилок вот этот вот оттачит юнит считается как как бы два отряда соединенных в один то есть если вы допустим на стены у вас там по миссии допустим убить несколько отрядов на вы убили вот такого-то тач отряд вы получите 1 в п как мере написано за буддигарда и одно за лидера вроде ребят звучит все сложно на самом деле все очень просто те кто играл еще всему редакцию им это еще понять не должно быть это достаточно простая схема в общем подытоживая теперь персонажи должны джойниться к отрядам вот для того чтобы их не убили как выцеливать персонажей там есть специальные правила а также замечу что есть такое правило как лун оператив но для тех героев которые не могут при джойниться но и по ним нельзя стрелять если не находишься ближе 12 дюймов вот мы закончили с команд фазы и переходим к фазе движения фаза движения у нас тоже разделена на две подфазы говорит понравилось видимо здесь по большому счету нет каких-то больших и значимых изменений у нас по прежнему есть нормал мув есть advanced есть рима инстейн шинари есть фоллбек то есть четыре вида движения то есть либо мы просто идем либо мы бегаем либо мы стоим на месте либо фоллбек им вот есть небольшое изменение но если чем здесь написано в чем она заключается в том что пехота ну там любые отряды могут ходить через модельки своих союзников если это не модельки монстры или техники если вы двигаетесь хочу через монстру и техник ходить нельзя и надо обходить монстра и техника может это делать но не может делать это через другую монстру и технику хоть как идиотизм но тем тем не менее вот такая вот история то есть это сделано для упрощения упрощение игры просто берете свой отряд и двигайте сквозь там свои модельки потому что подразумевается что вы не настолько дурачок чтобы не смочь оперировать порядком в том как ходят ваши модели но не забывайте что вот с техникой монстрой надо быть немножко поаккуратнее то есть если вы начнете двигать перед свой отряды до того подвигали монстру или техник вам надо будет их огибать имейте это ввиду при позиционировании вот дальше нормам уфы дванс и фоллбэк мы не можем заканчивать в энгейджи с рожескими моделями это все по классике на и двансы у нас тоже ничего не меняется кидаем до 6 не может сходить в энгейдж и после дванса мы не можем стрелять или чарджить ну ничего не меняется 9 редакции в принципе и с 8 дальше на фоллбэке у нас небольшие изменения произошли в частности что здесь есть фоллбэк заявляем фаз движения все как надо на фазе движения мы должны продвигаться на свой мув так чтобы не оказываться в энгейдж ренже с противником и при этом чтобы юнит оставался в когеренции вот на энгейджи ой на фоллбэке мы можем проходить в энгейдж ренже от противника но заканчивать не можем это важно и вот тот самый desperate escape тест про который мы говорили когда отряд battle шокается что он себя представляет по факту это применение стратагема которая была в 9 редакции теперь это вшитое правило что она означает она означает что когда вы своими парнями хотите отступить но при этом у вас не хватает там основных дистанции чтобы по свободному пространству пройти от вражеских моделей то есть вас закрыли в коробочку ту самую известную вот вы берете и идете сквозь вражеских персонаж сквозь вражеские модели в таком случае если вы сделали тут desperate escape вы после того как сейчас вы заявляете то что вы будете это делать и кидайте за каждую свою модельку по до 6 кубику вот на данном примере здесь 5 собственно идет 5 маячков отступают сквозь жуков за каждую кидаете и на 12 эта модель уничтожена данном случае здесь умерла две модельки а если отряд еще и батл шокнутый то модельки будут убирать на 13 вот поэтому не нужно делать батл шоков титаники и fly могут сваливать из комбата без вот этих вот тестов им можно вот надеюсь с этим тоже все понятно тоже такое набью упрощение то есть статогеме ну просто запихнули в правило дальше еще одно небольшое изменение это движение сквозь террейн оно небольшое но думаю вы должны про него знать теперь при движении сквозь террейн который меньше двух дюймов высоту наши модельки могут его игнорировать то есть теперь всякие трубы заборы и прочее не надо тратить мува для того чтобы их пилить мы просто это игнорируем но при этом мы не можем заканчивать движение на вот таких вот там на заборах на трубах и прочих местах где это в правилах написано также если у нас есть террейн который меньше там двух двух дюймов высоту мы можем по нему покарабкаться и собственно залезать наверх как здесь собственно и написано в правилах вот в целом по большому счету небольшое про упрощение это скорее для нарративных ребят и те кто в компетитив играет у кого на столах есть много крутого террейна который на больших турнирах обычно мы не видим из-за того что это слишком дорого и сложно надеюсь ситуация изменится но тем не менее есть вот такая вот история дальше про юнит из флаем в чем изменение которые есть по большому счету да не особо их много главная тема о том что fly на коем на другой террейн и на ги возвышенности дистанцию из меня измеряет по диагонали может перелетать спокойно на муве через другие модели через даже через модели которые в энгейджи завязаны в общем чувствую себя прекрасно по большому счету я не помню чтобы в 9 редакции было бы что-то по-другому техника и монстра с флаем также двигается спокойно ничем себя не ограничивает reinforcement reinforcement step это окончание фазы мувмента принципе не изменилось с 9 редакции фазов которые мы можем выводить отряды которые находятся у нас в резервах зерах у нас могут быть двух типов отряды это либо отряды с так называем с дип страйком либо отряда и стратегических резервов они выходят по разному в данном разделе собственно и расписаны как это происходит какие там должны быть изменения по большому счету здесь все то же самое что и в девятке написано о том что отряд который вышел из резервов считается ну в любом случае двигавшимся чтобы два двойных ходов не было нельзя и он не может подвигаться ни при каких условиях он может действовать как любой другой ну как после любого другого нормального хода то есть может чарджить может стрелять здесь с этим проблем никаких нету по в большинстве случаях он должен выходить в 9 по горизонтали от вражеских юнитов либо там по немножко другим правилам которые зависят от допустим выхода из стратегического резерва мы до этого дойдем юнит также вот сказано о том что те кто не вышел в игру до конца пятого хода и винта считается уничтожен ну в принципе все то же самое что у нас и было пам-пам-пам-пам-пам идем дальше транспорты транспортами будет несколько интересных вещей несколько интересных изменений первая история транспорт capacity здесь в принципе все просто это осталось неизместным это сколько моделек может влезть ваш транспорт это на каждом юнити транспорта прописано вот а farin deck это вот уже на в его ну как но раньше был у некоторых прописано теперь это как обилка что он означает это означает что вот в правилах на транспорте будет написано farin deck x x количество моделей которые могут стрелять изнутри транспорта как это происходит вы выбираете три модели из юнитов которые из отряда который погружен в транспорт и выбираете по одной пушке в этой модельки с этих пушек будете стрелять как будто бы с транспорта чем это хорошо то что транспорт можно обмазать чем-то отряда внутри нельзя но мы здесь стреляем как будто бы это пушки транспорта измерения ведутся от любой точки транспорта само собой вот поэтому будем стрелять возможно с кем-то бафами вот это хорошо не у всех транспортов есть farin deck но вот как правило это это отлично по эмбарку то есть погружению в транспорт 10 в принципе без изменений для того чтобы залезть транспорт надо быть в трех дюймах визин от него отряд который в течение хода погрузился он выгрузился из другого транспорта не может перелезть в другой это вот прямо запрещено правилами вот и есть написано отряд не может погружаться выгружаться в одну и ту же фазу дисэмбарк это выгрузка собственно из транспорта здесь есть интересное дополнение чем он стоит выгрузка у нас классическая выгружаемся в трех дюймах от транспорта дальше можем действовать по нормальному юнит отряд который произвел выгрузку не может быть remains ты не считается риммейн станции ни при каких условиях это собственно продолжение из 9 редакции а дальше идет дополнение если отряд выгрузился из транспорта который не двигался он может действовать как по-нормальному то есть двигаться стрелять чаржить но если транспорт подвигался мы теперь можем произвести после этого высадку раньше это можно было делать только за счет спец рулов и вот если мы высаживаемся из подвигавшегося транспорта в этой ситуации отряд не может двигаться и не может чаржить то есть он может только пострелять вот но при этом получаем вот такую интересную тактическую особенность дальше нам пишут о том что высадка невозможно из транспорта который advanced или фалбеком если иное не указано в правилах допустим у гвардейский то урок сможет после дванс вполне себе высадку про изводить вот дальше разрушение транспорта в целом здесь ничего а хотел сказать практически ничего нового но есть большое изменение транспорт по-прежнему нас взрывается на шестерку после этого мы должны высаживать наши модели чтобы они их было место чтобы они не были в engage с вражескими моделями здесь история какая здесь опять будет несколько стратагем вклеены в правило и теперь важное изменение если раньше когда мы у нас взрывался транспорт мы высаживались и кидали кубики за каждую модель которую мы высадили на единицу модель умирала теперь отряд получает mortal вунду на такую на единичку это очень важно то есть если у вас много новой модели есть большой шанс что даже если в этом кол кинули этом один или два вас отряд выживет это очень очень важно но отряд который высадился из уничтоженного из взорвавшийся взорвавшегося транспорта он считается батл шокнутым и до начала своей до своей команд фазы а до конца этого хода он не может заявлять charge и считается по двигавшимся вот для чего сделано если там просто допустим там героик сделать или еще что-то короче обосранцы не могут запомните повод дальше между 17 бирже экстренная короче высадка если вдруг вы не можете высадить после взрыва свой отряд в трех от транспорта вам там вражина мешает вы можете сделать это в 6 раньше такая стратегия была и в этой ситуации вы марталку получите на 13 то есть вы выставляете 6 дюймах от этого воли визын 6 от этого транспорта но марталку получаете на 13 уже вот такая история по мне так стало гораздо проще интереснее и то что теперь не модельки умирают а марталки получают это прямо вот хорошо не это история нравится так идем дальше фаза стрельбы мы приближаемся все самому интересному нас сходу нам сходу сообщают о том что отряды не могут стрелять если они два не цели фолбек или если но и не указаны в правилах но просто помню по большому счету здесь у нас нету никаких дополнительных опций мы стреляем также как в девятой редакции принципе даже как восьмой то есть выбрали сначала отряд посмотрели выбрали цель куда она будет стрелять дальше вы если у оружия есть несколько профилю выбираем каким профилем мы будем стрелять и после этого отрабатываем свои атаки здесь ребятки сразу покажу тот он оперейте в которой его я вам говорил о том что лидер не может быть но это моделька в основном персонажа не может быть целью для стрельбы если атакующая модель дальше 12 дюймов находится таки там джельманов и прочих чуваков которые не могут напрямую джойницы ко всем кому попало мне стоит он оперейте что может так оперативно и издалека их нельзя было закошмарить первая история изменения в правилах под big guns navatar что она означает в базе если наш отряд находится в engagement range то есть он завязан хтх он не может стрелять и по нему нельзя стрелять но если эта техника или монстра тут начинается веселье потому что правило big guns navatar говорит о том что техника и монстра могут стрелять либо в хтх либо в любые очень техника монстра даже если завязаны в хтх могут стрелять и внутрь хтх и вовне если это слева не пистолетами мы получаем минус один тухит и если по техники и монстре которая завязана в хтх совершается стрельба если это не пистолеты тоже минус тухит если пистолеты просто по базовому баллистику то есть теперь танк танки не залочить танки могут стрелять отовсюду и вовсюду да со штрафом но и хер бы с ним вот есть одно исключение в виде бласта бластовым оружием внутрь хтх стрелять нельзя дальше правило новая стелс если у каждой модельки в отряде она есть это замечательная по ней минус тухит стрельбу дальше гв нам описывает порядок как происходят атаки здесь из интересного появления такой истории как критикал хит и критикал вунд это параметр который означает что шестерка не модифицированная на пробитие на попадание всегда успех независимо от каких-то либо модификаторов и шестерка нутун то же самое некоторые правила модифицирует то есть он игре по определенному типу юнитов у тебя там политический успех всегда там на 4 плюс вот но запомните это вот важная история о том что у нас есть понятие критов теперь осталось по-прежнему тема что модификатор не может быть улучшен на плюс один или минус один мы здесь важная история многие забывают особенно из начинающих игроков считается итоговое значение то есть накидать вы можете там хоть плюс 50 плюс 50 тухит вот но в итоге вы больше персонала не получите для чего это сделано если вдруг противник вам завез там минус хит вы там еще подвигались там мы точнее вот в хтх в монстру стрелять еще минус тухит вот да больше минус 1 вы не получите но вам просто кровь из носу надо улучшить свои показатели попадания вы каким-то способом чудесно нашли себе плюс 3 хит и вас минус 2 плюс 3 получается плюс 1 вы стреляете лучше вот базовая математика говорится ничего сложного не rocket science вообще надеюсь доступно удалось пояснить за эту тему дальше вундрол это вот посток мы попали нам надо пробивать здесь гв нам объясняет здесь больше для начинающих игроков как это происходит какое какое показание какой показатель нам нужно перебросить для того чтобы пробить цель если наша сила оружие два раза превышает это 2 плюс если просто больше силы бы штатный 3 плюс ну и так далее здесь принципе все написано на шестерку здесь написано что сила в два раза или больше меньше так нет на шестерку пробивает нам это помним о том что есть critical вунд который пробивает всегда независимо ну здесь принципе это никак не противоречит тому что нам гв в правилах написала также единицы на то он всегда фейл та же история с модификатором минус один плюс один забегая вперед это везде на всех практически на всех бросках есть этот вот ограничение на минус один плюс один вот дальше алла кейт так значит означает что если вот вы взяли свою горстку кубов накидали часть попала часть пробила и вот вы противнику даете эти противник выбирает там модельку с которой он начинает откидывать свои сливы если он начал он не может уже ее менять то есть он не может а найти какой-нибудь тяжелый профиль поставить на высоко бронированную но цель а потом там начать откидывать каким-то ненужными модельным все вот на одном принял и уже в нее кидает вунды вот это важно дальше нам говорят что такое есть броски savings rose важная история про то что теперь сейф не может быть улучшен больше чем на плюс один этого в девятки не было и если честно этого нам не хватало потому что терминаторы в минус первом и прочие стендом мехи могли в нулевом там тоже в минус первом стоит теперь и такого такой истории у нас нету максимум можно сейф улучшить на 1 и также нам рассказывают о том что что есть такое что что такое есть непробиваемый бросок вульсейф вульсейф к это спас бросок который нельзя модифицировать если у цели есть и армор сейф и инвульсейф игрок сам выбирает это кстати важно какой бросок кидать не лучший а то что вам надо если он жизненно необходимо чтобы у вас там модельки умерли вы можете просто обычных атак которые вы бы на 2 плюс бы спокойно откинули покидать 5-й инвуль провалить сдохнуть но там разлочится убежать это тактически более интересно получается вот фазе нанесения дамага принципе ничего не поменялось дамаг по-прежнему дальше не идет как в аосе если это не марта не мортальные вунды вот фил но pain история не изменилась там опять же для новичков кто не знает правило есть в отряде фил но pain x плюс это означает что когда отряд теряет вундяжки от дамага который заносится он может за каждую единицу дамага кинуть этот фнп и на значение x рано ним не будет нанесена то есть допустим вам с плазмы 2 дамага нанесли в 1 вундовую модель вас фона п 6 выкинули две шестерки по вам ничего не прошло даже цвета то что вы про несли эту вундяжку не оценивали и дальше для дыма из это на техники и на монстре новое правило по большому счету это взрыв чем означает когда тем техника или монстра хочу любой отряд с этим правилом уничтожен кидаете кубик на шестерку он взрывается взрывается он назначение x вот 6 дюймах раньше было это отдельно прописано в каждых каждом правиле у каждого отряда теперь это у нас такое вот общее правило идем дальше гв решила потратить целый разворот чтобы рассказать как быстро кидать кубики из интересного что я здесь смогу вам сказать если следовать их не знаю вроде это не рекомендации вроде как но хенты и типсы это не правило это все-таки рекомендации они рекомендуют отрабатывать по одному отряду атаки одним профилем с одинаковых моделей чтобы не запутаться то есть даже если вы там делите сначала с одним отрядом одним профилем отработали противник все откидал он другим кидал и вот так вот дальше нас некоторые заменяют эту историю кубиками просто берут разные профиты разными кубиками отмечают для ускорения игры в целом на по большому счету это ни на что не влияет но приятно о том что гв позаботилась об этом и достаточно подробно расписала о том как быстро кидать кубики если мы если можно так сказать это это не безинтересно ребятки итак мы переходим к особенностям и способностям пушек их теперь не очень много они про они унифицированы это одна из фишек десятой редакции все у нас унифицированные правила их не очень много и они прописаны едиными для всех типов это нам упростит жизнь давайте посмотрим что у нас здесь есть итак assault не изменился означает что отряды у которого assaultная пушка могут стрелять однако здесь важно уточнение в раньше у нас это давал минус хит при стрельбе теперь минус хита я не вижу то есть просто может стрелять после advanced удобно удобно rapid fire не поменялся в половину дистанции вы в два раза увеличиваете количество выстрелов которые у вас есть например у вас rapid fire 2 на пол дистанции будете стрелять четыре раза очень просто игнор кавера тоже в принципе не поменялся он дает игнорирование benefit of cover которые отряды получают либо счет магии либо белок либо и стоят в тиране теперь нету там не dance ковра не light ковра не харда есть просто бенефиций в ковер все достаточно просто и его оружие с игнором ковра игнорит все просто дальше twin linked правило которое менялось очень часто практически каждую редакцию теперь дает полный roll to wound это очень приятно пистолеты пистолет в принципе не поменялись мы ими можем стрелять в энгейджи то есть когда отряд заблокировались после этого можно стрелять в хтх также есть важный нюанс то что когда у отряда есть различные профили стрельбы то есть камень будет ласка хэви болтер и пистолет мы стреляем либо с пистолета либо с ласки и хэви болтер то есть вот такой вот такой вот нюанс столетики это только для уверенности парней выбираем либо пистолетиками стрелять либо всем остальным торрент это история для огнеметов на основном на огнеметах стоит означает что оружие с этим профилем автоматически попадает по цели то есть вы кидаете просто количество выстрелов либо она у вас фиксирована и сразу же кидаете на ту вунду то есть хитовать не надо little hits если с оружия с этим профилем вы кинули критический хит обычно 6 плюс он автоматом вундит цель удобно лэнс для хтх-шных профилей начать же вы получаете плюс 100 вунд на эту фазу боя indirect indirect fire нововведение девятой редакции в середине появилась позволяет стрелять из пушки не видя цель но она поменялась по сравнению с девятой редакцией теперь если вы стреляете из оружия с этим правилом о врагу которого не видите вы получаете минус ту хит они минус баллистик и ваша цель получают не плюс к сейву а benefit of cover то есть соответственно если у вас есть откуда-то плюс ту хит игнор ковра то минусы indirect а вы не получите все очень просто таким интересным образом переделали его прецижен шо ты есть как на стрелковом так и на хтх-шном оружие позволяет бить либо стрелять в оттачат юнит то есть отряд который состоит из лидера и его бодигардов и при этом выцеливать конкретно персонажа вот потому что по правилам этих оттачи отрядов вы раны все кидаете именно в бодигардов а не в в перце который присоединен правило прецижен позволяет выщелкивать конкретных персонажей вот blast blast поменялся теперь он дает плюс один колен плюс одну атаку с за каждые пять моделей по вражеском unity и мы увидели эльдарские пушки и это ребятки пиздец я вам честно скажу то есть по 10 терминатором они будут совершать до 3 плюс 2 выстрела каждая у них там еще девастейтинг он сейчас мы до этого дойдем марталки там будет очень больно в итоге blast сейчас просто плюс 1 атака за каждые 5 моделей и blast-ом вы не можете стрелять в engagement range если у вас там один или больше юнитов врага завязаны ну короче blast-ом ха стрелять нельзя запомните это мельта мельта x означает что в плане дистанции вы добавляете x туда ну допустим на мельте мельта 2 стоит то есть пол дистанции будет там до 6 плюс 2 дамага хэви хэви переделали теперь если отряд точнее если отряд не двигался то оружие с правилом хэви получает плюс один ту хит то есть может двигаться минусов ты не получишь но обычно таких отрядов теперь баллистик похуже и это становится невыгодно но многие много техники пушки хэви и не стреляя с места начинают нормально наваливать это весело есть различные картинки нам не интересны переходим дальше hazardous hazardous фактически используется на большинстве магии которая теперь стала в основном стрелковыми атаками либо правилами что она означает если оружие с правилом вы постреляли оружием который правило hazardous обычно там такой улучшенный профиль то после того как вы откидали все атаки вы кидаете этот hazardous тест просто до 6 если вы кинули единичку то обычная моделька уничтожается сразу а если это персонаж монстра левихи клатона сразу же огребает 3 марталки если это персонаж который в отряде вытачит отряде независимо от того кто получал вунды в отряде эти марталки идут в персонажу вот это важно ну получается что с плазм теперь так просто не по-босяцки не отстреляться потому что раньше вы конечно на перегреве горели также уничтожались но это был там копейки которые можно было природить теперь вот этот вы сначала отстреляетесь потом кинь то тест если завалили то уже все забегая вперед за стратагемку командного реролла можно этот хазадус тест реролить но это только один раз на одну модельку запомните дальше самое веселье видимо devastating wounds означает при критической в индии то есть когда вы на пробитие кинули шестерку там либо по другим правилам там другой результат у вас вместо дамага в цель залетают марталки и это я могу вам сказать очень сильно потому что есть возможности там на целый юнит повесить девастейтинг вунды и опять же те же эльдарские д пушки которые с дамагом d6 плюс 2 или плюс 3 если форсиры поставят им кубики это может быть просто total annihilation это очень сильное правило которое позволяет сильно апать атакующий потенциал отряда потому что от марталок сейвы не кидаются и марталки идут дальше в отряд сильно-сильно состояние хит при критическом хите то есть шестерка на ту хит вы получаете еще два ну x количество док хитов то есть станет хит шей икс там два кинули шестерку вместо одного получили три очень интересно позволяет горошка накидывать экстра так в основном это на это хашины вэпона означают на хашины вэпона работают означает что моделька с этими экстра атаками их всегда пробьет независимо от того каким оружием нам бьется допустим 8 молоток экстра атаки там с хвоста то есть вы пробьете таким молотком и потом экстра таки еще пробьете с другого профиля вот анти идет антики ворд x то есть там анти инфантре анти magic там бла-бла-бла означают что критические вунды работают с броска x плюс то есть там будет анти техника 4 плюс означает что с 4 плюс независимо только его сила вы будете всегда пробивать технику и вас будет работать девастейтинг вунс если там они есть так что тема очень хорошая и интересная на этом мы закончили с профи с профилями вэпонов и переходим к последним предпоследней фазе то есть она объемная такая это это хтх рубилово начнем сначала с того что нужно чтобы в это хтх в принципе прийти для этого нужно подчеркнуть charge фаза по большому счету не изменилась но как обычно у нас есть нюансы первый пробежимся по тому что нужно сделать того чтобы подчеркнуть и потом расскажу про изменения мы по-прежнему можем заявить charge находясь в 12 или ближе от вражеского отряда то есть 12 песчика может там заявлять charge не можем не важно какой у нас там бонусный бросок не можем дойти и все тут отряды которые два не целили фалбек или charge не могут отряды которые уже дерутся начать не могут aircraft и они же самолеты charge не могут принципе вот важное дополнение юниты которые прочат жили в этот ход у них бонус fight first я надеюсь в этой редакции прекраснейший зарубы fight first fight last которые отряда действует у нас не будет мы сейчас до этого дойдем и разберемся что нужно в общем когда мы выбрали свой отряд мы кидаем выбираем цель куда он должен прийти можно ну можно несколько даем 2d6 дальше смотрим сколько нам необходимо до пройти нам нужно оказаться в engagement range вражеских отрядов которые мы заявили если несколько в engagement range каждого engagement range напомню это один дюйм по горизонтали и 5 дюймов по вертикали на этом движении charge движение сколько вы кинули мы не можем заходить в engagement range вражеских отрядов которые мы не заявляли целью черча это важно при этом мы должны помнить о конгеренции и и соблюдать если ни одно из этих условий не было выполнено мы но соответственно charge считается не состоявшимся и мы остаемся стоять на месте важное дополнение на чердже на charge move вы теперь не можете уходить в сторону от вражеского отряда вы обязаны двигаться по направлению к ближайшей вражеской модели и при возможности стараться зайти к ней base to base контакт там написано что вы должны максимально близко быть оказаться к вражеской модели где это важно это важно для тех ситуаций когда вы просто чат ну одну модельку свою ставили в engage а другую водили куда-нибудь в сторону там либо назад либо в бок там заходя на точки переговораживая движение и тому подобное теперь гв прописала о том что так делать нельзя вы обязаны максимально близко оказаться к вражеским отрядом которые вы заявили для чердже для небольшого тирейна который меньше двух дюймов высотой мы его игнорируем на чердже а если у нас какой-то тирейн не помню там как как он называется короче с фиксированный плотный как как короче на на картинке можем покарабкаться по стенке здесь мере все понятно двигаемся на полную дистанцию можем залезть и нам нужно оказаться нескольких дюймах от противника важное уточнение что вы не можете свою модельку оставить там парящий в воздухе или свисающие стирей на это считается неудавшийся charge в принципе сделать так что поставить вражеские минки так чтобы противник не смог залезть сомнительная история потому что engagement range у нас и горизонтали и вертикаль принципе всегда должно хватить но мало ли что летающие модели и монстра и прочие могут перелетать через отряды которые они не заявляли и могут даже на террин залетать измерения все делаются по вертикали здесь эти вот рестрикт на то что там нельзя в англии заходить они в принципе не работают они просто перелетают через него но из нюансов если правильно помню с рынке в летающим ребяткам надо будет все таки облетать мы добрались до фазы боя fight фазы мы до чат жили на все хорошо и теперь разберемся как мы будем драться здесь у нас упрощение при этом осталась условная база от девятой редакции давайте разберемся а что из себя представляет fight фаза она делится на несколько под фаз и сейчас по ним пройдемся сначала беремся кто вообще может драться в первую очередь могут драться те кто по чат жил в этот ход и те кто находится в engagement range с другими юнитами вражескими целом ничего но вы а также прописали о том что если отряд находится в энгейджа то он не может не драться к сожалению сидеться не получится хотя бы гвардейским ботинком или культийским приходится как как-нибудь вражину пнуть иногда даже если очень не хочется сожалению вот такие правила кто бьет первым 10 гв написала о том что отряды с этой обилкой fight first дерутся в первую очень первую такую вот под фазу бой берутся в первую очередь напомню что те кто чат жил получают обилку fight first и вот ребят поправьте меня в комментариях я понял это так о том что вот вы по чат жили допустим востока учат жившие юниты ну противника допустим есть отряд которого есть fight first но так как ваш ход вы выбираете приоритет кто каким бьется может свои может выражение дать ударить но в моем понимании сначала вы сами выбираете вот как атакующий игрок чаще сход первую очередь отбиться своими отрядами ну я и это так понял во вторую очередь бьются все остальные отряды которые могут это сделать вот как как-то вот так вот очень просто в целом это идентично тому что было в девятой редакции но вот большим упрощением на мой взгляд чтобы не было этот fight normal fight first fight last и прочь радости будем посмотреть что будет дальше и так наши отряды до чат жили мы определились кто бьет первым и теперь пробежимся потому как у нас происходит фаза боя на примере одного отряда в первую очередь отряд как раньше делает пайлын мув отряд не обязан на этом движении прийти как можно ближе к вражеским моделям желательно в пайлын мой в бэйв бэйс-то-бэйс отряды которые уже в бэйс-то-бэйс находится пайлыниться соответственно не могут при этом мы обязаны сохранять когеренцию если при движении когеренцию мы нарушаем ряд соответственно не двигается пайлын у нас по-прежнему до трех дюймов находится здесь интересные комментарии от гв о том что мы обязаны двигаться как можно ближе к вражеским моделям и по возможности заходить к ним в бэйс-то-бэйс но там обязательно чтобы в бэйс-то-бэйс было я такого ну ческая может я не понимаю я что-то вот не вижу после того как мы дошли запал за пайлынились мы собственно совершаем наши мили мили атаки здесь большому счету то же самое но есть нюансы теперь атаковать вражеские модели могут только те ваши модели которые находятся с ними в engagement range либо в бэйс-то-бэйс контакте с вашими моделями которые находятся в бэйс-то-бэйс с вражеской моделью то есть в отличие от 9 редакции где мы могли бить отрядом к модельками которые находятся в 0 5 дюймах от той миньки которая стояла в 0 5 от вражеской миньки теперь это этого нет надо находиться в бэйс-то-бэйс поэтому и гв пропис там что надо заходить в база к базе песечка песечки чтобы ваш второй ряд мог как-то по ним пробить это вот важное изменение в 10 редакции возможно на голос это звучит сложно но в целом это достаточно просто если ну не по крайней мере я надеюсь что смог логично как-то вам объяснить и сейчас еще покажу как это на примере выглядит так что мы говорим пропис том что надо выбрать одну пушку выбрать отряды противников куда мы будем бить потому что в отличие от стрелкового оружия если у модельки там профиль низко атак она может их распределить четыре атаки всего там можно три в один отряд одну один другой вот это вот необходимо сделать и потом их отрезал ведь это вот собственно выбрать пушку выбрать профиль каким вы будете бить выбрать цели для своих атак и после этого их совершить свежки порядок совершения такое же как стрельбу сначала надо хитонуть потом пробудить вот вроде там больше ничего нету про возможность я сказал когда можно это уже сделать после того как вы отбили все свои атаки у вас появляется возможность консолидации консолидации такая же как было девятки но опять же с новыми ограничениями том что на консолидации отряды которые не находятся в base to base контакте с вражескими моделями обязаны двигаться до 3 дюймов для того чтобы оказаться как можно ближе с вражескими модельками желательно в base to base если это невозможно вы можете продвинуться на расстояние до трех дюймов к objective маркеру вот так это вот на вьющем если и это невозможно значит у вас не будет консолидации все очень просто здесь девушка нам собственно и показывает пример как происходит вообще вот вся файт фаза да у нас термаганты по чат жили как видите две здесь вот две модельки находятся уже в base to base контакте вторая история совершается пайлы мув соответственно еще три модно еще несколько моделек подвигаются ближе и что мы здесь видим пять моделей находится либо в base to base либо в engagement range а красненькие модельки находятся в base to base от модельки которые находятся в base to base с вражеской модели поэтому не могут бить два пидоренца сзади бить не могут потому что вообще не выполняется никакие условия вот вроде бы звучит пиздец как всрата и сложно на самом деле не совсем сложно надо будет поиграть потестить попробовать и вы на своем примере уже вот научитесь поймете как это вся форма будет работать вот ну и после 10 фаза консолидации показано что вот с атак они убили одного штернгарда и про консолидировались и в base to base и стали как можно ближе к вражеским моделям вот если была бы . где-нибудь здесь одна моделька могла бы на нее зайти правилам вот такая вот хурма фух ребятки на этом мы закончили с фазами боя и теперь у нас идет раздел data sheets data sheets это нововведение 10 редакции это упрощенные карточки отрядов которые были очень сильно переработаны они были упрощены и по моему мнению стали проще в использовании что ли теперь на одной карточке она двухсторонняя находится весь профиль отрядов которые вы используете здесь все правила написаны которые есть во первых стоит отметить о том что базовые характеристики у нас немножко поменялись они стали такими больше kill team узкими что ли здесь добавилось новые параметры в частности это с object secure означает какое количество влияние несет одна моделька . да на оказывается несколько моделей вражеских и ваших вы просто смотрите сколько у вас этого аптека совокупно у кого больше . и получил дальше все пушки соответственно в этой профиль находится можете заметить ballistic skill переехал в профиль оружия тоже такая kill team узкая история кейворды и правила теперь переехали в поле справа здесь не все перечислены количество правил уменьшилась правила оптимизировались вы можете видеть эти вот кстати про профиля оружия на есть там pistol rapid fire который мы до этого обсуждали ранее то есть теперь на описание правил не нужно тратить огромное количество времени все достаточно удобно здесь перечислено кейворды и фракционные и общие для того чтобы юзать обилки и формировать собственно армию свою и на обратной стороне пишется обычно состав отряда сколько туда может ничего входить и что он несет также здесь прописано какие опции по закачкам у отряда есть то что может нести как нести ну короче базовая история то есть вот до тушится карточка отряда стала по моему мнению гораздо удобнее и интереснее дальше нам объясняют что из себя означают разнообразные показатели здесь из интересного тут лидер шип тест но в принципе он как был раньше так он и остался надо на 2 до 6 перекинуть вот это вот значение ледока то есть там он условных там базовых маячков 4 плюс там 2 до 6 перекинуть 4 плюс для того чтобы его пройти аурабилити но в принципе это и было раньше это бафы которые раздаются в каком-то радиусе при этом там себя целят психик вэпон и психеры абилити это как я говорил уже магия перешла в пушки и теперь если на профиле находится психик он совершает такие вот психи атаки для чего это важно есть много фнп именно таких пушек а защиты вот дальше deployment ability тоже собраны в одно место большинство из них старые уже узнаваемые и многие из нас знакомы давайте пробежимся посмотрим что здесь есть первый deep strike если у всех моделей в отряде он есть значит вы можете использовать точнее вы помещаете их в резервы и можете выходить в конце он в reinforcement step 2 фаза movement фаза в любом месте на поле боя в 9 от противника по горизонтали здесь всегда это важное уточнение интересный момент здесь не прописано ограничение про выход на первый ход нету не врезе он стратегик резервов прописано что это со второго хода не мог начинать deep strike а нет возможно как и в прошлый раз ты в ком-то дополнение будет уже указано там в миссиях или еще где-то по крайней мере я нигде не нашел классический deep strike скауты скаут означает что переда в первый battle round перед началом хода отряды с правилом скаут могут произвести норму мув на величину своего скаута но при этом основе не закончить своему ближе 9 дюймов по горизонтали от вражеских моделей и здесь еще дополнение что если отряды с отряд с правилом скаут садится в dedicated транспорт этот транспорт тоже получает способность скаут вот тоже может двигаться теми же ограничениями инфильтраторы то же самое что принципе и было на диплое могут ставиться в 9 дюймах по горизонтали от вражеской deployment зоны либо от вражеских моделей лидеры это персонажа мы по это говорили о том что они могут на этапе расстановки джойница к бодигард юнитом формировать тот самый оттач это происходит закрытую перед битвой то есть на там куда-то бежать вы просто берете и в секретную заявляете что там мой приморис сайкер соединился с отрядом косаркинов и теперь них 4 инвуль есть вот также здесь в этом правиле прописано о том что атаки не могут быть залокейчены на характера в этом отряде то есть сначала сдохнет весь отряд потом будет только гнить charakter он же лидер картиночки картиночки мы переходим к строка стратагемом стратагем и большой кусок как сказать большой пол изменений больших самих сагем мало их всего 11 штук стало они общие для всех с тем стадем вообще поменялось значительно сильно есть 11 общих статагем и в каждом там индекс кодексе пока по 6 видимо это простор для творчества можно будет потом их менять что мы имеем есть три типа статагем который можно использовать в любой ход свой ход от оппонента также не делятся на четыре категории там зачем-то видимо это нужно какие у нас есть командный рерол во первых обратите внимание как вы где статагем и стали на мой взгляд более понятно оформлены с точки зрения юзабилити понятно когда используют на кого использует какой эффект и там есть еще на некоторых статагемах что как restriction ограничения вот теперь в принципе все понятно давайте пробежимся по тем статагемом к это который у нас есть это зелененький можно использовать любой ход команд рерол можно использовать по-прежнему на попадание пробивания на дома кролл на спас бросок на advanced на charge и вот на disperate escape тест это напомню если вы на отступление проходите сквозь вражеские модели и на hazardous тест это вот когда вас оружие с правилом hazardous перегрев либо когда вы определяете количество атак с свои пушки либо нас модели вот эффект вы реролите этот результат все достаточно простой снова расширилась на эту вот историю дальше контур offensive перехват перехват стал более четкий по формулировке когда fight фазу fight фазу после того как вражеский юнит пробился то есть первым пробить никак нельзя точно так же как и в девятке после вражеского отряда но здесь уже четко прописано выбираете один юнит из вашей армии в engagement ринджа и он может пробиться и точнее цель я сообщил вы деретесь следующий все очень просто без лишь мысли 20 по стоит дороговато ну и хер с ним epic челлендж позволяет вашему чар актеру пробить потачат ну объединенный отряд и целит там именно чар актера очень крутая штука позволяет выщелкивать персонажи из каких-нибудь боингов insane bravery свой ход работает если вы завалили баттлшок тест видок не скинули вы заодно цп можете на отряд его поигнорить очень удобно и очень статогем к это гранаты достаточно веселая позволяет одному вашу вашему отряду у которого есть keyword гранайт выбрать вражеский отряд в восьми дюймах и кинуть из до шестых на 4 плюс нести туда по марталки в среднем это три плюс марталок туда будет слетать заодно цп мне кажется очень круто целить можем те кто не в энгейдж рэнджа следующая танк шок прямо пушка бомбы интересная раньше было подобное у гвардии теперь есть у всех вот примут у всех есть эта история используем свою charge фазу на какую-нибудь вихлу из армии и что она дает когда мы до чат жили мы выбираем технику и вражеский отряд если и берем количество кубиков которая составляет размер нашей силы если наша сила превышает тофну врага вражеского отряда мы добавляем туда еще плюс 2 то и среднем там допустим мы нибудь гавна в ринге камчатая сила мы вальдаров заехали 3 да то есть мы кидаем 8 кубиков и на 5 плюс наносим марталку я считаю что это прикольно 2 3 марталки на шару занести это хорошо за один одну цепешку дальше интересные страдки это именно страдки реакции про который нам говорили горелла гв 1 rapid ingress позволяет в после того как враг подвигался в конце его момент фазы вы можете вывести свой отряд который находился в резерве вот и разместить его на поле боя интересный очень тактический маневр также прописано что вы не можете его использовать если это запрещено правилами по на выход в определенный батл раунд то есть в первый батл ход допустим стратегического резерва вывести его не получится но интересно следующее fire over watch ста гема которые показывали которые можно использовать либо вначале во вражескую movement либо charge фазу по отряду который либо собрался делать какое-то движение либо его уже совершил то есть такая вот дополнительная вилка выбираем цель в двадцати четырех дюймах от отрядок на которые мы заявляем вражину и можем по нему пострелять как будто бы это ваша шутинг фаза попадаем на шестерки никак не можем это скорректировать можем использовать только раз заход но для того чтобы нельзя было и в момент фазу и в чаш фазу пострелять эльдарские до пушки опять же очень рады этой стратагемы это жестилова ну и в целом overwatch стал ты будет таким достаточно интересным моментом и позволит развить больше тактическую гибкость на мой взгляд go to ground в когда используем за одну спешку вражескую шутинг фаза поставок он выбрал один из наших юнитов на пострелять infantry юнит из нашей армии может сказать залечь залечь на дно и он получишь 6 инвуль и ковер что очень круто то есть плюс к сайву и ковер целом заебись натуре класс уверенно дальше смог screen за одну спешку практически то же самое только на отряды с правилом смог заявляем отряд получает стелс и бенефиц of cover то есть получает минус ту хит стрельбу и плюс к сайву в целом интересно интересно вопрос можно ли их комбинить между собой наверное можно но двойного бонуса мы все равно не получим поэтому около бессмысленно героик интервейшн раньше стратагема была у некоторых фракций о ворков еще вообще за правило базовое что говорит говорит о том что любой отряд ваш может за 2кп совершить героик интервейншн по правилам чаджа но бенефитов чаджа то есть файд феста он не получит если ваш отряд техника у него должен быть к его кей ворот волкер чтобы вам могли на нее заюзать эту стратагему вот это видим под рыцарей было сделано и сентинели потому что мы знаем сентинели это оружие победы дальше у нас следующий большой раздел это стратегические резервы фух что про него можно сказать отправляем мы в него отряда бесплатно на при гейм подготовки можем запихнуть туда не больше четверти от армии от размера здесь вот собственно у вас показан количество которое мы можем туда поместить резио стратегический резерв и deep strike это разные вещи потому что по-разному разыгрываются важно помнить партификации в резерв вводить нельзя если мы вводим транспорт с начинкой считаются очки и транспорт и начинки для этих 500 очков дальше прибытия и стратегик резервов по большому счету то же самое как девятки но как обычно есть нюанс начинаем мы приходить со второго хода и на со второго хода мы можем выходить везде в 6 дюймах от границы battlefield эйдж ну с любой стороны стола в 6 но не в зоне по дипломент зоне оппонента вот это отличие уже а начиная с третьего хода как у нас тут в правилах говорится но с этого хода и дальше мы можем выходить в 6 воли визын 6 с любой battlefield эйджи вот это важно отличную и остановиться в 9 само собой от вражеских моделей важное уточнение мне кажется стало поинтереснее и попроще поинтереснее можно более тактически гибко играть плюс не забываем страдку на выход вражеский ход так что статистические резервы становятся очень интересными штуками дальше мы переходим к террейну террейн упростился можно сказать практически до невозможности но не совсем так теперь у нас нет разных видов террейна у нас есть просто одна такая херня под названием benefits of cover или ковер для упрощения чем дает benefits of cover дает плюс один к сейву но не конволю вот и если у тебя сейв 3 плюс или выше то ты не получаешь этих бонусов от атак оружия с ap0 то есть если там брендинг есть то уже будет benefit это сделано для того чтобы опять не загонять отряды с третьим четвертым но с таким сейвом там куда-нибудь во второй в первый сейф там и прочь раз который невозможно пробить вот разную бонус этот не кумулятивный если вдруг там отряд стоит в нескольких различных кусках террейна поэтому имейте ввиду только вот разовый бонус получает и теперь он один чем значительно упрощает себе жизнь здесь говорим нам показывает примеры террейна который может мы встретить первые там кратеры и прочее никак не сдерживает движение напомню что если террейн меньше двух дюймов мы его игнорируем при движении видимость ограничений никаких нету у нас там дальше будут прикола бенефиты от ковра если отряд если модель находится воли визын на этом террине она получает бенефиты от ковра собственно здесь достаточно все просто воли визын соответственно это полностью быть касаться недостаточно нынче следующий вариант баррикады и фуэл пайпы правилом движения то же самое видимость то же самое здесь нюанс по энгейджу такой же как и в девятой редакции для того чтобы подчеркнуть отряд нужно с противоположной стороны оказаться с ним в двух дюймах тогда ты его завяжешь и в принципе драться потом сможешь не в одном дюйме а в двух достаточно просто ваш отряд инфантре отряд получает бенефит получает ковер от этого элемента если он находится в трех дюймах от него и вражеский отряд полностью вас не видит вот это вот важный нюанс соответственно еще дополнение все модельки вражеского отряда полностью вас не видят это сделано специально для того чтобы проще было использовать эти элементы террейна вот следующий battlefield debris и статуи двигаемся спокойно по базовым правилам можно них карабкаться можно переходить если они меньше двух дюймах это мы уже проговорили правило видимости никаких бонусов не дают что говорят если вражеская атака направлена на модель и эта модель не пол не полностью видимо для вражеской противника значит будет бенефит от ковра то есть как-нибудь позиционируйте модели так чтобы элементы террейна как-то вот хоть чуть-чуть закрывали эту переднюю часть вашей модели тогда будете минифит ковра получать дальше холмы структуры без здания контейнеры здесь какой-то сложный текст на самом деле вот уже проговаривал что если меньше двух дюймов высотой двигайтесь по-нормальному если какая-то монолитная хрена то типа вот вот этого история либо контейнера просто двигайтесь на расстоянии там дюймажа там вверх влево влево вправо правило по получению ковра такое же как со статуями если ваша моделька частично скрыта при слюбе по ней вы получаете бенефит ковра здесь все просто и следующие самые веселые два нас элементы это деревья и руины первые деревья здесь мы сталкиваемся кипать как footprint такая вот забытая давно история то есть это какая-то на которой находится этот элемент тирейна и который вот считается ее пазы если может так сказать движение по нему опять же по правилам которые были до этого озвученную меньше 2 дюйма высотой двигаемся без ограничений видимость вот это вот нововведение эту видимость в лесу что означает если модели и ваши отряды находятся полностью воли визын вот этого футпринта деревьев они не могут быть полностью видим то есть по-любому будет получать ковер здесь нету ограничений на допустим тоже технику и монстров вы можете заметить дальше если отряд находится за лесом но не внутри и черед и до него нельзя провести прямую линию видимости он также считается частично скрытым для при определении там получает он ковры или для видимости или нет это не распространяется на самолеты и на таверинг модулы для рыцарей которым типа похуй плюс поебать они вас видят цвет им сверху видно все ты так и знай модели которые находятся внутри леса могут спокойно куча если ты внутри ты видишь все без приказ тебе всем хорошо и собственно не рассказывать что модели которые находятся внизу полностью внутри они скрыты и по моделям которые до которых нет прямой видимости при стрельбе через лес и также получат бонусы от ковра здесь может быть я уже теку то есть получается что если у тебя там часть моделек не вниз не в лесу или часть она за лесом находится но через них нельзя прямую линию видимость получите не видимо тоже получит бенефит ковра а вот не без интересная история напишите в комментах что думаете на этот счет дальше последнее из-за тире на это руины уровень тоже теперь будет footprint интерес как-то будет на турнирах выглядеть скорее какой-нибудь клеить будут или просто говорите что там от на украины другого такая вот зона будет не суть plugin fire новое правило означает что если модель находится на 6 дюймов выше вражеской атакуемой модели она получает при стрельбе по ней до пп вот но вражеской модель тоже должна быть на земле земляном уровне то есть здесь находиться если бы где-нибудь в 10 мальчок стоял он бы сюда с до пп стрелял дальше про движение инфантре и бесты могут проходить сквозь руинку без безнаказанно как и раньше замечу теперь я не вижу с формы походу выпилили йокера инфантре и бесты и флай могут остановить заканчивать свое движение на вторых там третьих этажах руин но при этом важное дополнение база либо часть модели не должна выходить либо свисать за этот уголочек этажа то есть если я правильно помню у нас допустим на спортивном террине у него у него ширина этажа это 40 миллиметров то есть если база 41 все извини уже туда разместиться не сможешь дальше по видимости отчасти такая же история как и с лесом то есть войска за и отчасти по правилам как в девятой редакции obscured было правило руины непрозрачны для стрельбы по для проведения лосса и стрельбы по там который за ним находится это все не касается самолетов и таверинг моделей они видят сквозь руины и их видят сквозь руины не стреляют по полной есть важное уточнение то что то верно теперь в обе стороны работает раньше только по ним можно было стрелять теперь и они могут в ответ бахнуть если модели находится внутри на футпринте руины они могут как бы быть видим и действовать по обычным правилам то есть по прямому здесь ничего не меняется дальше когда атаки проходят по модели которые находятся полностью внутри этой руинки и эти модельки не полностью видимые для вражеского отряда не получают бенефиты от ковра в принципе как и было до этого ребятки мы на финишный привой дальше нам гв показывает о том как по ее мнению должны быть выглядеть столы для игр и мочит play для там микроигр для на различный формат типа там и strike force и слот и впрочем здесь видим там красивые много там наборов но стать есть благодаря вашей помощи один вот такой вот наборчик но нам на текущий момент это не особо интересно интересно что стол не изменился 66 на 40 ой 60 на 44 дюймов так сейчас ребятки я уже этот плыву 44 на 60 дюймов на все верно очень формат не поменялся все zbs примеры 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 здесь просто пока смотрим на эти всякие красоты гвшных столов и переходим наконец-то к аиркрафта какие изменения самолетиков самолетики ожидают во первых все самолеты начинают в этом в резерве если у самолета есть правило hover он может начать игру в нем и в отличие от предыдущей версии он до конца игры в нем и останется то есть станет просто такой летающей техникой что он получит то что у него мув характеристика становится 20 он теряет кейворд аиркрафт все бонусы аиркрафта и просто будет двигаться как обычная техника тот только и всего также можно поместить его в стратегический резерв в режиме ховер никто вам это не запрещает изменения по поводу движения очень интересно в том что мув у аиркрафтов у самолетов теперь не ограничен то есть он просто должен быть 20 плюс то есть вы обязаны на своей техникой полететь больше 20 дюймов и еще одно нововведение вы сначала двигайтесь вперед на 20 плюс дюймов без ограничений и после этого у вас есть возможность одного поворота на 90 градусов именно в таком порядке вылетать можете из вас залочить нельзя вы можете из энгейджа вылетает вы можете просто двигаться но важное дополнение если во время своего полета вы хотя бы там краешком задели ну вы задели кусок вырезать за край стола я чуть-чуть самолет в конце фазы отправляется сразу же а либо вообще не двигались самолет отправляется тактический резерв и очень просто дальше про самолеты чем можно сказать фух самолеты не ограничено никак в передвижении то есть именно там нельзя блокировать им дорогу другими самолетами они конечно они могут перелетать через них но не могут останавливать заканчивать свое движение на вражеских моделях либо на дружественных также важный нюанс самолетами по-прежнему можно блокировать передвижение вражеским отрядом но с небольшим нюансом под самолетом то есть сквозь подставку аэркрафта можно ходить можно чарджить они там не считаются там для энгейджа но нельзя останавливать ну останавливаться поверх база то есть при позиционировании там база с большой подставкой как допустим вот на примере показ можно сделать так чтобы вражеский отряд занял там более херовую позицию также важный момент самолеты не могут чарджить вообще никак их могут чарджить только юниты с флаем самолеты в ответ дерутся своим хтх ным профилем все то есть сами по себе самолеты атаковать не могут также не могут делать полин на консолидацию также они не учитываются при пайлыни и консолидации когда ваши отряды пробились совершают эти действия вот важные такие нововведения касаемые самолетов после этого нам гавы рассказывает как готовить свою армию мы здесь быстренько пробежимся в порядке strike force нас интересует только одна штука эта штука находится вот здесь пункт номер пять select selected unit в чем важно дополнение важное дополнение заключается в том что теперь у нас нету force organization чарта то есть нету этих вот условно говоря формашек в рамках которого формашки детачи в рамках которых мы собирались девятой редакции теперь чтобы собрать армию нам необходим один charakter и к нему мы добираем любое количество других наших отрядов в том количестве которые мы захотим есть ряд ограничений то что мы не можем добавить трех одинаковых больше трех одинаковых отрядов в ростер к себе если это не battle line юнит трубца и соответственно не больше шести транспортов важный момент транспорт обязаны начать игру с начинкой либо он сдохнет ну вы не можете его использовать то есть момент начала игры в транспорт тоже тут сидеть соответственно закрепляем в ростере должен быть один персонаж и дальше ваша фантазия свободно не больше трех юнитов одного типа и не больше 6 battle line of и транспортов все после этого выбираете характера назначайте его варлордом дополнительно скажу что теперь у нас трейты и релики они стали называться энхансментами и закупается опять же также до игры прописываются в ростере ограничение следующее не больше трех этих энхансментов улучшений на армию не больше одного улучшения на характера и улучшения не могут быть дублированы всем максимально просто и не за этом куда куда проще надо уже ждать индексов чтобы более понятно было как это вся хрена то должна работать миссии трансмиссии рядки здесь определен просто порядок как работать с миссиями мы сами видите на экране здесь по большому счету не хочется по нему пробегаться здесь есть некоторые интересные моменты типа того что игроки сами должны формировать поле я надеюсь спортивные мете этого не будет на вижу просто самому тиреин выставлять и потом точки тоже самостоятельно делать мне кажется это лишнее не знаю кому-то может нравиться кому-то не нравится также сообщу о том что есть пункт номер два ритми шин objective гв пока не светила миссии то есть где-то в плане и миссии и вторички это не ну в этом документе его нет может попозже будет я пока полных там сливов не видел объективы в принципе поменялись не сильно у нас по-прежнему это плямба которая контролирует ну которую не расположена на поле боя который необходимо контролировать своими войсками плямба это 40 миллиметров маркер вокруг которого поле в 3 дюйма кто в нем оказывается чем больше у него показатель с objective control тот его и контролит контролить можно в 3 дюймах по горизонтали и в 5 по вертикали здесь из интересного теперь сами objective маркеры и вот ну их по ним можно проходить на фазе движения там чаджа и прочего но на них нельзя заканчивать движение это вот важное уточнение поэтому их можно использовать для там какого-то специального интересного позиционирования например чтобы возможно сложнее было подчаржить или как-то к вам пройти здесь указано в хентах том что как объектив располагать на террине о том что если вы не можете там прямо совсем один на на одним расположить то вы можете договориться с игроком о том что его перенести короче бла-бла-бла и не интересно и гв приносит нам пример одной миссии как вы можете здесь видеть здесь идет и создание поля и условно говоря как получаются очки виктори поинты за миссии и вот вот здесь вот ребятки сейчас и дальше определение кто там такую что там defender папа папа папам вот вот ребятки смотрим на вот это вот вот это вот зону игра кончается если модели в одной из у одного из игроков полностью уничтожены или до конца пятого хода и тут win condition игра побеждает тот кто либо снял армию оппонента либо набрал больше виктори то есть мы возвращаемся опять к тому моменту когда можно жестко оттрахать армию оппонентов туза и выиграть я считаю что это просто охуенно ставь лайк если поддерживаешь эту историю что ж вот и обозрели корбук 10 редакции пишите в комментариях что зашло что не зашло может кто-то пропустил еще какие-то интересные моменты которые всплыли и я не обратил на них должного внимания все вместе прочитаем у нас на очереди будут без сомнения индексы когда они выйдут также пройдемся по системе миссий по системе карт по системе вот этих вот вторичек хиричек это вот преферанса который там гв придумала нам на замену миссии вторичных и первичных это на самом деле достаточно интересно ну а вам еще раз спасибо за то что посмотрели то что были с нами все эти сколько уже полтора часа наверно постараюсь там нарезать наверно более мелкий формат пишите комменты жду вас у нас на канале и в чатике с вами с был миша друг народа берегите себя играйте красиво пока пока